Добро пожаловать на Гуд Видеоканал, мои дорогие гости, друзья и подписчики! Сегодня мы с вами приготовим быструю и простую закуску, которую я назвала подводочку, на картофельной основе. Итак, давайте приступать! И нам потребуется отварной картофель, пару соленых огурчиков, гребчатый лук, домашние сухарики, собственно, сама сельдь, уксусная кислота, сахар, майонез. Давайте приступим! Для начала мы измельчаем сухари. Сухари я выпекаю сама. Теперь мы измельчаем картофель. Картофель измельчаем достаточно грубо, вилкой на достаточно крупные такие кусочки. Ну, так скажем, не в кашу. Теперь сюда мы высыпаем также достаточно грубо измельченные сухари. Хлеб я беру серый, хлеб беру с отрубями, с семечками. Мне нравится этот хлеб, по типу батона, чтобы он был достаточно воздушный. Присаливаем, добавляем ложку майонеза и перемешиваем все это в однородную массу. Наша масса готова, она стала однородной, достаточно липкой, благодаря и картофелю, и нашему майонезу. Теперь нам необходима раскаленная плита, подсолнечное или сливочное, или оливковое масло. И мы будем лепить вот такие вот блинчики, так скажем. И просто немного их совсем чуть-чуть подумянивать с обеих сторон. Вот такие вот котлетки у нас должны получиться, на которые мы потом... Картофельные котлетки, на которые мы потом остальную нашу закусочку оформим. Обжариваем со второй стороны. А пока обжариваются наши котлетки, нам необходимо замариновать лук. Делаем это следующим образом. Пытаемся нарезать лучок кольцами, чтобы само кольцо не было нарушено. Далее берем водичку, берем сахар, берем уксусную кислоту. Перемешиваем все это. Пробуем. Вода должна быть достаточно кислой, кисло-сладкой. И теперь пытаемся колечками, не разрушив их структуру, вот таким вот образом, поместить наш лук для того, чтобы он промариновался в эту жидкость. Оставляем минут на 10 промариноваться наш лук. Пока лук маринуется, мы нарежем огурчики. И нам остается собрать нашу закусочку под водочку и подать к столу. Наши картофельные котлетки с сухариками готовы. Нам необходимо выложить их на полотенце или салфеточку, чтобы лишний жир стек. И нам остается оформить нашу закуску. Теперь нам необходимо переложить нашу основу на тарелочку, в которую мы будем подавать нашу закуску. Лучше кверху более зажаристой стороной. Далее добавляем на каждую котлетку немножко совсем майонеза. Размазываем, размазываем посередине наш майонез, потому что по краям он не так потом разойдется. Теперь мы берем наш маринованный лук. Очень хорошо, что он будет вот такими колечками. Но если не получится, ничего страшного. Наложите хотя бы те колечки, которые у вас получили. Далее на каждый кусочек мы добавляем огурчики. И теперь сверху, на каждый кусочек, на каждую закусочную вот такую вот штучку, котлетку, картофельную мы помещаем по рыбке. Вот такая вот закусочка, как я ее называю, под водочку у нас готова. Закусочка очень вкусная. Особенно нравится мужчинам. Я не особо приготовила ее, конечно же, для себя, так как спиртные крепкие напитки вообще не употребляю. А вот для мужчин вот такая вот закусочка, если положить ее на тарелочку, к ней кусочек черного хлеба и там стопочку, не знаю, угорячительного, закусочка очень даже подойдет. Я надеюсь, это видео вам было полезным. Спасибо вам за просмотр. Всего хорошего. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...